Приветствую вас, дорогие друзья, в очередном уроке по оптимизации сайтов. В предыдущих уроках мы с вами поговорили о том, что для того, чтобы оптимизировать сайты, нам может помочь уменьшение количества передаваемых килобайт браузер посетителя. Во втором уроке мы с вами говорили о том, что нам может также помочь некоторое перестроение нашего контента, перестроение подключаемых файлов. И третье направление, которое может нам помочь при оптимизации сайтов, это уменьшение количества подключаемых внешних файлов. Это вот третье направление, и немножечко его затронуть я хочу в данном уроке. Я, по крайней мере, продолжаю работать со своей страничкой, вёрстка 2. Итак, и мы видим, что, во-первых, у меня есть без папки CSS просто файлы skin.css и style.css, то есть их два, скажем так, в некоторых верстках может быть, предположим, там целая папка CSS, например, как в данном случае JS, и в ней могут быть несколько CSS файлов. То есть тут, ну, скажем так, всё зависит от того, как версталась страница. Значит, переходим к коду нашей верстки, да, я перехожу к коду своей верстки, и мы видим, что здесь вот подключается один CSS файл, и внизу страницы, если так вот вспомнить, то здесь вот подключается как раз-таки ещё один вот этот наш скин CSS. Соответственно, один файл и второй файл, чем это плохо? Это просто добавляет нам лишних HTTP-запросов на сервер. Количество HTTP-запросов нужно снижать. Почему? Потому что для того, чтобы подключиться к серверу, это опять нужно пройти, ну, грубо говоря, весь наш путь. Сервер, подключиться к серверу, да, найти непосредственно этот файлик и потом его передать. То есть здесь дополнительное время на установку соединения тратится. Поэтому чем меньше будет HTTP-соединений, то есть чем меньше внешних подключаемых файлов, тем лучше. Вот, поэтому в данном случае CSS-файлы мы с вами можем объединить. Открываем CSS-файл, открываем второй CSS-файл, скин, и на самом деле здесь нам ничего не мешает. Просто взять, нажать Ctrl-A, выделить все стили файла скин.css и просто их добавить в конец нашего файла стайл.css. Здесь можно указать для того, чтобы в будущем не путаться, что это у нас от скин.css файлы. Ну, как-то вот пометить, как-то комментарий сделать. Вот, значит, скопировал, да, скопировал я наши файлы, точнее объединил наши файлы, скопировал содержимое одного файла в другого. Теперь могу перейти к моей HTML-странице. Вот этот файл скин.css в принципе удалить из подключения. В данном случае можно удалить, я его просто пока что закомментирую. Закомментирую. Теперь, на самом деле, проверю, вот обновлю страницу, ничего ли у меня не поломалось, все ли стили сохранены, ничего ли никуда не поехало. Главное, чтобы работал слайдер, потому что в данном случае, в моем случае, это стили именно как раз-таки касающиеся карусели изображений. Вот, с ней все в порядке, ну, теперь можно, в принципе, и удалить ее из кода после того, как мы убедились, что без, что мы объединили наши файлы стилей правильно. Так, значит, файлы мы объединили, но теперь можно пойти немножко дальше. Можно еще минимизировать наш файл стилей CSS. То есть, вот у нас получился такой общий, как бы, да, большой стиль. Теперь мы можем его немножко, скажем так, сжать, да, сделать небольшую компрессию CSS. Значит, я выделяю все, весь, все содержимое файла стилей CSS, Ctrl-A, копирую и перехожу вот CSS-компрессор-ком. Это сервис, который позволяет нам немножко оптимизировать нас CSS, немножко его сжать. За счет чего происходит вообще сжатие CSS, как бы? За счет того, что, вот если мы внимательно посмотрим, у нас присутствуют комментарии, пробелы, знаки табуляции, да, то есть отступы, ну, чтобы в целом, как бы, да, наш CSS-файл был читаемый. Вот если все эти пробелы, знаки табуляции и так далее, и так далее, все поудалять, на самом деле можно сократить, ну, достаточное количество CSS-файла. Значит, вот таким вот образом мы, да, ставим в окошечко весь наш CSS-файл. Здесь мы можем выбрать, насколько мы хотим сжать, то есть есть несколько уровней компрессии. Вот, ну, я поставлю там высокие, например. Вот, и нажимаем кнопку «Компресс». Вот мы, значит, скомпрессировали. Мы видим, да, как я и говорил, что все начинается у нас с каждой строки, нету никаких знаков табуляции, но более-менее, в принципе, еще код читаемый. Также удалились все комментарии из кода, и видим, да, значит, что, ну, скажем, да, 10 килобайт был практически 11, а стал 8,5. Значит, сократился на 25% наш файл стилей CSS. Вот, теперь мы, скажем так, да, берем, копируем то, что нам выдал наш сервис. Вот, дальше, что я рекомендую делать, завести новый файл, да, Ctrl-V, вставить в него то, что мы получили, и его сохранить. Сохраняем, название даем, например, style, ну, предположим, mini, минимизированный, да, CSS, так, вот, сохранили. Все отлично. Теперь мы можем подключить наш файл style.mini, style.mini.css. Сейчас к нашей странице, давайте посмотрим, ничего ли у нас просто не поменялось после минимизации файла. Так, видим, да, что у нас все по-прежнему работает, шрифты все есть, цвета, как говорится, ничего никуда не поплыло, все в порядке. Вот, то есть, по большому счету, в данном уроке мы с вами, во-первых, объединили CSS файлы, то есть, снизили количество HTTP запросов и немножко еще минимизировали. Вот, также, что хочется отметить в конце данного урока, уже в завершении, что абсолютно точно таким же образом можно минимизировать JS файлы. JS файлы здесь, если внимательно посмотреть на футер, есть, значит, вот он, JavaScript компрессор. Абсолютно точно такая же здесь ситуация. В окошко вводим наш JavaScript код, нажимаем кнопочку компресс, значит, компресс, да, и внизу получаем сжатый код JavaScript. И это про сжатие. И что еще хочется сказать, что, в принципе, то же самое мы можем объединить и JavaScript файлы. То есть, если их много подключается с небольшими какими-то функциями и так далее, да, все их можно объединить в один. Но с JavaScript нужно смотреть просто немножко внимательно. И можно так файлы объединить, что потом просто JavaScript работать не будет. Вот. На этом все. Снижением количества HTTP запросов, я думаю, понятно. Конечно, это не все техники, но, по крайней мере, вот какие-то основные, если хотя бы объединить CSS, JS файлы, то, в принципе, уже будет вполне неплохо. На этом все. Увидимся.